Ваше Преосвященство, Владимир Николаевич, я благодарю вас за инициативу издать эти тексты. И благодарю всех, кто собрался. Хотел бы прокомментировать сам факт издания этих текстов. Чем сложнее становится жизнь с точки зрения обильной информации, которая обрушивается на человека, тем сложнее людям читать длинные тексты. Я сам себя ловлю на это. Как раз сегодня утром я начал читать замечательную книгу, одну из книг Владимира Соловьева, нашего великого фиософа. Прочитал несколько страниц и понял, а это та книга, которую я никогда раньше не читал, что я ее никогда в своей жизни не прочитал. При всем интересе. Либо мне надо будет по диагонали читать и что-то там быстренько такое для себя брать, либо просто сказать, что ну уже все, поиск ушел. Я эту книгу никогда не прочитаю. Почему? Потому что большие книги, особенно если это не художественная литература, они требуют очень большого внимания, усилий. А у современного человека этого времени просто нет. И вот ваша инициатива, Владыка Николаев, публиковать какие-то мои тексты не в виде книг, а в виде сборцев, сборника цитат, я очень приветствую. Потому что что-то может человека заинтересовать. Цитаты распределены по рубрикам. Читать и знакомиться с рубрикой, а потом просматривать эти цитаты, и у него создается ясное впечатление о том, как патриарх относится к тому другому вопросу. Я думаю, что вот такого рода тексты, они имеют вообще шанс на выживание. В том смысле, что они могут быть востребованы. Не знаю, будет ли это относиться к моим текстам, но вот то, что вы разработали такой замечательный жанр подачи информации, я приветствую. И сердечно вас благодарю за эту инициативу. И за то, что заговорки в промежуток времени были дали достаточное количество этих текстов. Благодарю вас сердечно. Я надеюсь, что благословить и попросить вас подписать нескольких экземпляров книг. Здесь очень много людей, которые хотят их иметь с вашим народом. Хорошо, благодарю вас сейчас. Благодарю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!